Добрый день, уважаемые соотечественники! Строительство независимого Казахстана происходило на моих глазах. Меня, выходцы из интеллигентной семьи, всегда волновало будущее моей страны, моего народа. И сравнивая всегда с другими странами Казахстан, я год за годом видела огромные результаты нашего государства, в котором был такой стратег и лидер, как наш первый президент. Посещая другие страны, я видела, как мы, будучи нацией, которую раньше не знали, стали узнаваемы во всем мире. Даже такая закрытая страна, как Саудовская Аравия, когда я побывала со своим сыном Нарусланом в 2007 году, очень уважительно отнеслась к нам, и путем переводчика один шейх мне постарался объяснить, что, увы, казахи, великая нация, вас Всевышний наделил 33 элементами Менделеева таблицы. И вы имеете самую большую территорию суши, и также у вас есть морские пути. Но вы, как новорожденный ребенок, все еще у вас впереди. В 2013 году, будучи на церемонии в Соединенном Королевстве Великобритании, в городе Оксфорд, получая Орден Сократа, я увидела с гордостью, как наш Казахстан уважает, объявив меня первый, пригласив на вручение Ордена Сократа. Выполняя свою маленькую такую работу в медиации, всем сердцем стараюсь помочь нашему первому президенту Казахстана Ельбасы Масултану Абишевичу Назарбаеву, с чьим именем связано становление нашей страны, моей страны, признание международным сообществом нашего государственности, динамичное развитие нашего общества, рост национального самосознания, в котором наше будущее поколение будет жить в мире и согласии. В жизни не материальные ценности важны, а духовная культура, которую мы должны привить нашей молодежи. И этому учат наши Ельбасы. На его примере я также стараюсь учить своих земляков, близких, которые нас окружают, вместе укреплять наше единство. Маргарет Тэтчер говорила о Насултане Абишичи Назарбаеве как об одном из самых известных авторитетных политиков. Сегодня мир знает пять или шесть влиятельных политиков, среди них Насултан Назарбаев. Да, наш первый президент Ельбасы является в независимом Казахстане одним из первых искусственных переговорщиков. Для достижения политических и мирных соглашений я на примере настоящего переговорщика, который в такое сложное время для всего мира, а также для нашей страны, как профессиональный тренер-медиатор, руководитель общественного объединения Совета медиаторов Актюбинской области, член Ассамблеи народов Казахстана, член Совета матерей Актюбинской области, почетный член Европейской ассамблеи Малпийцева Светлана Слагерейна веду работу по обучению медиации онлайн, провожу и участвую в конференциях таких как Петербургский международный юридический форум «Законы коронавируса», провожу акции «Бестбергемс», где мои медиаторы и соратники принимают активное участие в данной акции, проводя онлайн-переговоры по примирительным процедурам между всеми слоями населения, особо нуждающихся в поддерживаемых продуктах питания. В нашей акции также откликнулись организации «Товарищество общественное Костанай-Тоншин-сервис», который выделил для Тюбинской станции скорой помощи шины для автомобилей скорой помощи, а также однодневный заработок для населения, приобретая продукты питания. Наши медиаторы в районах оказали помощь одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Медиация особенно во время пандемии является тем инструментом переговоров, которые необходимы для населения, оказавшихся неготовым к таким трудностям, как в семейных, так и в гражданских правовых отношениях. Вопросом по медиации ежедневно поступает много, и я как женщина, мать и гражданин своей страны, всем сердцем, не покладая рук, всеми возможностями делаю свое любимое дело – медиацию. Ведь за ней будущее наших детей, нашей страны. Если мы научимся вести правильно переговоры, то мы и есть, которые внесли огромный вклад, можем в которое оставить наследие. Ведь согласие между людьми, народом, станет результатом усилий каждого из нас и в общем, в целом.